здравствуйте и добро пожаловать в новую и более обширную тему посвященную фреймворку лара первое что мы будем с вами разбирать это как нужно встраивать javascript и css в проекты на laravel правильно что значит правильно это избегать напрямую вставлять код и подключать javascript на страницах и шаблонах он должен быть собран и скомпилирован для дева или продакшн в сжатом виде без комментариев для этого нам нужно изучить что такое но gs npm и yarn но gs это интерпретатор языка javascript сам по себе но gs является c++ приложением которое получает на входе javascript код и выполняет его например создадим файл вставим туда содержимое выполним команду в терминале на выходе получаем строку hello world второй пример более расширенный javascript снова выполняем команды в терминале и получаем вот такой вот результат npm пакетами в node.js называется один или несколько javascript файлов представляющих собой библиотеку или инструмент npm node package manager это стандартный менеджер пакетов автоматически устанавливающийся вместе с node.js он используется для скачивания пакетов из облачного сервера npm либо для загрузки пакетов на эти сервера файл package.json файл package.json содержит в себе информацию о вашем приложении название версия зависимости и тому подобное способ использования файла package.json зависит от того собираетесь ли вы скачивать пакет или публиковать его yarn это менеджер зависимости созданный компанией facebook google exponent и tilt как можно прочитать в официальной документации его целью является решение целого ряда проблем с которым столкнулись разработчики при использовании npm установка пакетов не была достаточно быстрой и последовательной существовали проблемы с безопасностью так как npm позволяет пакетом запускать код при установке он не заменяет полностью npm yarn это новый клиент командной строки скачивающий модули из реестра npm главная особенность yarn кэширует каждый загружаемый пакет поэтому ему больше не нужно загружать его он также распараллеливает операции для максимального использования ресурсов поэтому время установки быстрее чем когда-либо файл yarn.log и такие же файлы package.json composer.json в файле package.json с помощью которого yarn.npm отслеживают зависимости номера версии не указываются точно вместо этого задается их диапазон таким образом вы можете задать определенную основную или вспомогательную версию при этом позволяя npm установить последний патч с исправлениями каких-либо багов в идеальном мире семантического версионирования релизы с патчами не содержит коренных изменений но к сожалению в реальности это не всегда верно стратегия выбранной npm может привести к тому что на двух машинах с идентичными файлами package.json будут установлены различные версии пакетов что может привести к появлению багов чтобы избежать несоответствия версии установленная версия закрепляется в файле блокировки при каждом добавлении модуля создается файл yarn.log таким образом вы можете гарантировать что на другой машине будет установлен тот же самый пакет при этом у нас сохраняется диапазон допустимых версий файле package.json в npm команда npm shrinkwrap также генерирует файл блокировки а команда npm install считывает его до чтения package.json также как yarn сначала читает yarn.log разница состоит в том что yarn всегда автоматически обновляет yarn.log а в npm это надо делать вручную разобрались терминологии давайте перейдем к установке в стандартных репозиториях ubuntu 16.04 есть версия node.js которую удобно использовать для обеспечения однородной среды выполнения сетевых приложений сразу на нескольких серверах на данный момент 11 октября 2017 года версия в репозиториях 4.2.6 это не самая последняя версия проверить версию вы можете через сервис ubuntu не забудьте выбрать кодовое название версии операционной системы нам необходимо установить свежую версию node.js поэтому будем использовать ppa персональный архив пакетов который поддерживается компании node.sers используя архив вы также сможете выбирать между node.js версией 4 более ранняя версия с долгосрочной поддержкой до апреля 17 года версия 6 более современная версия с долгосрочной поддержкой до 18 года и node.js версии 7 также возможно скачиваем node.js версии 8 прежде всего вам необходимо установить сам ppa для получения доступа к его содержимому переходим в домашнюю директорию запускаем скачивание скрипта используем c url для получения установочного скрипта необходимой нам версии заменив 6.x например на 7.x установится версия 7 нам же необходимо 6 версия node.js запустите скрипт с правами суда ppa будет включен в конфигурацию ваш локальный кэш пакетов обновиться автоматически после выполнения установочного скрипта из node.js вы можете установить node.js пакет node.js содержит и node.js и npm поэтому нет никакой необходимости в дополнительной установке npm однако для работы некоторых пакетов из npm например таких которые требуют компиляции из исходников вам потребуется установить пакет build.essentials выполняем следующую команду проверяем версии node.js шестая версия npm установка yarn переходим на сайт yarn package.com нажимаем install yarn выбираем нашу операционную систему и выполняем инструкции в данном видео мы будем устанавливать под ubuntu версии 16.04 копируем первую строчку затем вторую далее устанавливаем из репозитория проверяем версию отлично для демонстрации работы давайте добавим пакет js и скомпилируем его перейдем обратно на сайт и например нам нужен пакет sweet alert вводим выбираем ознакомимся с инструкцией нам необходимо выполнить следующую команду если вы хотите использовать npm можете выполнить эту команду теперь запустим сборку npm run dev если зайти и попробовать найти функцию вызова sweet alert то мы ее там не найдем так как нужно еще добавить строчку в файле bootstrap.js для включения sweet alert в сборку давайте это сделаем копируем либо вводим и пишем имя пакета теперь давайте снова запустим сборку npm run dev давайте снова посмотрим содержимое app.js и найдем наш js sweet alert как видите теперь код присутствует если вы хотите чтобы при изменении кода в js файлах файлы автоматически собирались сами выполните команду и не завершайте ее npm run watch для продакшена нам не нужны комментарии в файлах и файлы должны быть максимально сжатыми поэтому для продакшена надо запускать следующую команду npm run production сокращенная форма npm run prod давайте посмотрим отлично файл сжат и имеет такой вид на этом мы завершаем данный обзор впереди нас ждет много новых видео изучения возможностей LRW подписывайтесь не забывайте ставить палец вверх и тем самым мы будем оценивать как качественно подаем материал Не забывайте развиваться до скорой встречи и не забывайте развиваться до скорой встречи и не забывайте развиваться Субтитры создавал DimaTorzok